Ну что ж, начинаем наш сегодняшний вебинар. Переходим к его части, связанной, собственно, с сегодняшним вебинаром. Наш вебинар сегодня называется «Использование университетской библиотеки онлайн в учебном процессе ВУЗа». И этот вебинар, он тоже не новый, он вполне такой классический и связанный, собственно, с применением нашего флагманского продукта под нашим, я понимаю, компанией «Директ Медиа», которая разработала университетскую библиотеку онлайн, то есть нашего флагманского продукта в самом классическом его виде, то есть в качестве помощи в учебном процессе ВУЗа для того, чтобы снабдить преподавателей и студентов необходимой учебной и методической литературой. Университетская библиотека онлайн, вот тут есть несколько цифр про нас. Мы интегрируем уже примерно 160 тысяч книг, работаем с почти полутысячей ВУЗов подписчиков, аккумулируем примерно 25% рынка ЭБС, работаем с большим количеством издательств, практически со всеми издательствами, так называемой учебной двадцатки. Ну и тут огромное количество книгообращений, которые приходят по нашей библиотеке. Не буду это комментировать, оставим это просто как некий ряд цифр, которые нас характеризуют. Чем мы характеризуемся как ЭБС и что еще у нас есть? Ну вот один из слоганов университетской библиотеки онлайн – это больше, чем ЭБС. Этот слоган, он связан с тем, что компания Директ Медиа разрабатывает некую линейку продуктов, которая расширяет возможности ЭБС, да и в самой ЭБС она ведет такую политику, что у нас не только книги, но и самый разнообразный контент. Под самым разнообразным я понимаю, в частности, мультимедиа контент, цифровые карты и некоторые другие интересные вещи. У нас есть множество интеграций, в том числе интеграция с антиплагиатом, которая позволяет бесшовно входить в антиплагиат из университетской библиотеки онлайн. Также, даже если вы не подписаны на антиплагиат, у вас есть некие ограниченные, конечно, возможности по использованию антиплагиата на материале университетской библиотеки онлайн. То есть при сравнении со всей книжной массой университетской библиотеки онлайн. У нас есть бесплатные или частично бесплатные продукты, отдельные от университетской библиотеки онлайн, но тоже являющиеся учебными. Это арт-портал и энциклопедиум. Арт-портал – это галерея изображений по искусству, плюс некоторое количество учебных текстов по искусству же. Энциклопедиум – это просто выборка энциклопедических ресурсов из университетской библиотеки онлайн, которая сделана бесплатно в виде отдельного сайта. Ну, также у нас развивается направление печать по требованию. Более того, это print-on-demand у нас направление реально развивается. Вот с недавнего времени мы приобрели собственную аппаратуру для печати книг и можем это делать уже оперативно и в любом необходимом количестве. Также мы занимаемся продвижением наших авторов в РИНС. Ну и, наконец, наш проект «Директ Академия», который, собственно, сегодня осуществляет вебинары, вебинар последний в этом году. Вот о ней я скажу пару слов на нашем самом последнем слайде. Главная страница нашего сайта выглядит примерно так. Этот слайдик немножко старенький. Тут вот написано 130 тысяч книжных наименований. У нас уже сейчас более 160. Если чуть-чуть говорить о интерфейсе нашей главной страницы, то надо выделить несколько областей. Первая область. Я вот здесь их выделил в отдельные прямоугольные. Подчеркнул зелеными, выделил зелеными прямоугольниками. Первая область – это область наших проектов. Это интерфейс, который вас пересылает на другие доменные имена, где находятся наши другие продукты. Интернет-магазин, наш интернет-магазин, наш арт-портал, бизнес-библиотека, энциклопедиум, школьный портал, ну и так далее. Далее. Вторая область. Здесь переключение языков. Можно переключиться на английский интерфейс, если это необходимо. А также есть элементы интерфейса в виде глаза, который позволяет включить контрастную схему для плохо видящих. Схема становится… цвета убираются в основном, остается такой контрастный, яркий интерфейс, который более понятен тем, кто не очень хорошо видит. Третье поле – это поле нашего поиска. О поиске мы сегодня поговорим с вами. Четвертое поле – поле переключения в свой личный кабинет, перехода в свой личный кабинет, где вы можете наблюдать все настройки, которые вы делаете лично для себя. свои книжные полки. Ну, впрочем, личный кабинет сильно зависит от вашей роли – студент, преподаватель или библиотекарь. И в каждой из этих ролей открывается свой интерфейс для того, чтобы видеть какую-то статистику или чем-то управлять. пятая область – это область нашего основного меню, где вы получаете доступ в каталог, а также к сервисам университетской библиотеки онлайн, которых достаточно много. И о некоторых из них мы сегодня с вами поговорим отдельно. Ну и, наконец, шестая область – управляет внешним видом каталога. Каталог здесь не показан, он появляется после того, как вы выберете один из видов каталога. Вот, либо мозаичный, либо строчный вид у каталога. Я вам не показываю нижнюю часть нашего сайта. Там находится вспомогательный интерфейс, включая полное меню. Вот, об этом можно говорить достаточно долго, но не будем. Перейдем к странице, так называемой странице предпросмотра. Страница предпросмотра – это та страница, которая появляется после того, как вы выберете какую-то книгу. Выберете, но пока еще не начали читать. Вот, так вот, между выбором и чтением есть вот такая информационная страница, на которой находится очень много полезной информации. И эта полезная информация может вам… Ну, она может быть полезна непосредственно, сразу, на месте. Либо она может помочь вам принять решение. Хотите вы эту книгу прямо сейчас читать, или попозже, или это не то, что вам надо. Здесь, все, что здесь отмечено синим шрифтом, является кликабельным. Как мы видим, тут можно перейти к другим книжкам тех же самых авторов, к содержанию какой-то дисциплины, к жанру, к книгам определенного издательства. Ниже располагается ряд кнопок и вкладок. И вот одна из важных вкладок – это библиографическое описание. Вот она на следующем слайде выделена. И библиографическое описание сразу доступно еще до того, как мы начнем чтение книги. Почему это сделано и для чего так? Ну, дело в том, что библиографическое описание – это очень важная часть. важная не только потому, что это, по сути дела, классическое описание книги, которое можно использовать универсально, да, но и потому, что именно это описание используется тогда, когда вы цитируете эту книгу. Есть некая проблема, связанная с тем, что молодые аспиранты, молодые ученые и студенты старших курсов, которым надо писать самостоятельные работы со списком литературы, пока не очень хорошо владеют библиографией, как правило. Ну, оно и понятно, библиография, по большей части, не является их основной специальностью, ей надо владеть отдельно. Вот, и поэтому вот такие подсказки, они позволяют нам улучшить процесс составления списков литературы и конкретно улучшить цитирование. Дело в том, что молодые там студенты, аспиранты и так далее, иной раз в своих работах что-то не цитируют не по причине того, что хотят скрыть авторство, да, а по причине того, что не могут нормально составить библиографическое описание, и для них это серьезная работа, которую они не знают, как выполнить. А вот эта вкладка, она позволяет им обойти эту проблему, вот, и процитировать ту книгу, которую они будут читать. Аналогичная вещь – это список литературы. Списки литературы, если они присутствуют в учебнике или учебном пособии, ну, как правило, они присутствуют, то они также появляются у нас на странице предпросмотра в виде вот такого вот копируемого текста. Целеполагание то же самое с тем, чтобы можно было процитировать те источники, которые, в свою очередь, процитированы в книге, которую вы читаете. Важная кнопка, которая есть на странице предпросмотра, но не только на ней. Вообще, эта кнопка, которая проходит по всей нашей университетской библиотеке онлайн, как такой вот красной нитью, она называется «Выберите действие». Эта кнопка, она контекстная, и она вызывает некие дополнительные действия в зависимости от того, что вы хотите, на каком месте вы находитесь. Вот если вы находитесь на странице предпросмотром, вам предлагается добавить эту книгу в книгообеспеченность, если у вас есть такие права, то есть для преподавателей и библиотекарей. А вот следующее есть у всех, это «Добавить в книжную полку». Про книжную полку мы отдельно поговорим. Это некое хранилище книг, которые вы собираетесь прочесть в будущем, либо которые вы предлагаете для разделения с какими-то другими участниками университетской библиотеки онлайн. Ну что ж, вы выбрали книгу и хотите ее прочитать. Для этого открывается... Да, начинайте с того, что нажимаете кнопку на предыдущей странице под названием «Читать» и открывается вот такая вот читалка. В этой читалке есть несколько полей. Я о каждой кнопке рассказывать не буду. Скажу только, что первое поле... Да, читалка, она вполне универсальная и, я думаю, что интуитивно понятная. Первое поле, оно для масштабирования. Масштабировать можно больше или меньше, сделать выравнивание по всей странице или по ширине. Второе поле для перехода по страницам вперед на одну, назад на одну, в начало книги, в конец книги, либо на конкретную страницу. Кроме этого поля, внизу есть еще и движок, при помощи которого можно двигаться по книге универсальным образом. Третье поле. Вот с третьим полем достаточно интересно. В нем есть возможности сохранения частей книг в виде отрывков PDF-файлов. Вы можете сохранить до 10% единократно при одном использовании. До 10% любой книги можете сохранить в виде PDF. Ну, таким образом, многократно используя, вы можете сохранить и всю книгу. Однако, обращаю внимание, что эти отрывки доступны вам для личного чтения. Не надо ими делиться в общем доступе с кем-то, потому что это будет нелегитимным использованием университетской библиотеки онлайн. Вы в этом случае будете нарушать авторские права тех, кто эту книгу написал. Есть также возможность распечатать такой же фрагмент книги. И есть возможность, вот видите, тут такой элемент интерфейса в виде косой черты, которая позволяет до трех страниц любой книги поделиться в открытом доступе. То есть, у вас появляется некий код, который вы можете вставить в свой блог или на страницу сайта университета или куда-то еще. И там появляются три страницы, три выбранные страницы из книги. Тоже это можно сделать неоднократно. Но почему же это можно делать, почему это не нарушает авторские права? Потому что книжка у вас появится внутри нашей читалки. А наша читалка так устроена, что любое обращение к любой странице, оно вызывает изменение некого счетчика, по которой потом производится оплата автору. Так что это вполне легальный способ использования выборки из любой книги для своих каких-то нужд. Четвертое поле, оно для того, чтобы искать по книге, полнотекстовый поиск по книге. Ну и, наконец, пятая область, для того, чтобы оставить отзыв, сделать цитату, сделать закладку. Да, закладки, разумеется, сохраняются от входа к входу в вашем аккаунте. Таким образом, вы можете один раз прочесть книгу, сделать по диагонали, сделать закладки, и потом постоянно возвращаться и по этим закладкам ходить. По поводу кода вставки, о котором я только что сказал, вот так это все действует. Вы пишете диапазон страниц, которые вам необходим, например, с 30 по 32, нажимаете на кнопку «Получить код», и возникает вот такой вот код. Нижний код – это код страницы. В этом случае вы информацию получаете на отдельной странице с отдельным URL, с отдельной ссылкой, по отдельной ссылке. А вот верхний код, он служит для… Это код iFrame, его можно вставить в любой HTML-файл для того, чтобы в этом файле образовался наша читалка с теми страницами, которые вы выбрали. Вот таким образом можно строить свои производные произведения. Например, в онлайн-курсе, который вы делаете в Moodle или в каком-то другом… в какой-то другой системе дистанционного обучения, вы можете просто последовательно вставлять разные вставки из разных книг, связывать их своим собственным текстом и таким образом получать учебные… некие учебные пособия, которые будут являться производными произведениями от того, что есть в библиотеке. Такая же читалка, она существует и в виде… приложения для телефонов, для смартфонов. Вот, вы можете установить… Каждый может себе установить такое приложение и в случае, если ваш ВУЗ подписан на университетскую библиотеку онлайн, вы в этом приложении можете онлайн читать наши книжки. Ну, тут немножко попроще сделана система управления чтением, ну, достаточно удобно. Каталог. Один из способов нахождения нужной вам литературы – это использование каталога. Это тот способ нахождения литературы, который больше любят преподаватели, библиотекари и люди старшего возраста, скажем так. Вот, потому что молодое поколение, оно предпочитает использовать поиск, вот, о котором мы еще немножко сегодня скажем. Вот, у нас есть три вида каталогов. Предметный рубрикатор ББК, рубрикатор укрупненных групп специальностей и традиционный предметный рубрикатор, который объединяет все книги и документы, включая научную и литературную классику. Вторым каталогом, каталогом УГС, удобнее пользоваться для того, чтобы подбирать себе учебную литературу. Ну, а так как использование учебной литературы является основным назначением нашей библиотеки, мы и выделили этот отдельный каталог с тем, чтобы убрать ту литературу, которая для большинства пользователей не является основной. Вот, тем же, кто ищет научную литературу, классику, старые книжки, им удобнее будет воспользоваться одним из других каталогов. Выглядит это вот примерно так. Так, каталог у нас... Так, давайте я рисовалку включу. Каталог у нас располагается вот здесь, меню каталога, и в нем вот есть каталог ББК, каталоги УГС для высшего образования и среднего специального образования. Это два разных каталога. И, собственно, каталог по разделам. Вот как раз каталог УГС, о котором я говорил, вот этот вот, его и удобно использовать для поиска книг по учебных книг. Каталог имеет несколько разных фильтров. Вот сейчас мы вошли в каталог... в каталог УГС для высшего образования. Мы видим, что здесь можно настроить фильтры по автору и названию, по типу издания, в данном случае здесь учебные издания, по коду ББК, по уровню образования, бакалавриат, магистратура, аспирантура, по дисциплине конкретной, по тому... основная это литература или дополнительная, по издательству и по году, начиная от какого-то года и до самых последних книжек. Сверху вниз эти фильтры взаимодействуют друг с другом по закону И, то есть должны выполняться все условия, которые заданы этими фильтрами, а горизонтально они... ну, там, где возможно несколько выборов, по закону ИЛИ. Вот, например, дисциплин вы можете выбрать несколько, там, например, алгебра и теория чисел, линейная алгебра, там еще что-то, да, и тогда они будут взаимодействовать друг с другом по закону ИЛИ, и в выборку будут помещены книжки и по алгебре теории и теории чисел, и по линейной алгебре, и по всем остальным пунктам. Вот такая вот достаточно удобная система фильтр, которая позволяет свести необходимый список к удобоваримому количеству в несколько десятков книг, которые уже можно осмотреть последовательно при осмотре. Ну, вот здесь мы видим уже выбранные какие-то фильтры, тип издания, учебные издания, уровень образования, бакалавриат, ну, те же самые выборы, которые мы видели с вами, и плюс видим, что опять появляется кнопка под названием «Выберите действия», и здесь уже появляется другое действие, которое позволяет скачать список книг в Excel или в CSV формате. Нужно это для того, если список книг является источником для какого-то дополнительного действия, которое будет произведено, либо список книг достаточно большой, и вы хотите с ним по... скажем так, как-то еще пофильтровать или что-то поискать по нему в Excel. Excel – мощная программа, при помощи которой много чего можно сделать. И, соответственно, выгрузив этот файл, вы можете с ним отдельно поработать. Очень удобная функция. Советую вам ее применять. Поиск. Система поиска основана на том, что она позволяет сделать максимально релевантную выдачу даже без всяких настроек. Однако у нее тоже есть настройки, в частности, те же самые фильтры, о которых шла речь только что. Вот эта система фильтров, она универсальна для всей нашей университетской библиотеки онлайн. Ну, фильтр «Расширенный поиск» выглядит примерно так. Да, можно расширенный поиск не включать и попытаться поискать обычным поиском, то есть просто используя поле ввода поиска. Но удобнее, конечно, делать вот так, когда вы примерно знаете, что вам не надо, и отсекаете это. Отсечь вы можете при помощи той же самой системы фильтров, где авторы, BBK, OGSN, типы издания и так далее. А также вы можете использовать ряд флажков, такие как издание с грифом, использовать полнотекстовый поиск. Впрочем, при этом вы должны понимать, что поиск может немножко затянуться, потому что, ну, 160 тысяч книг, индекс по ним достаточно большой. Ну, и потом, как правило, это излишне, потому что не позволяет выделить нужные вам книжки, потому что нужные вам ключевые слова могут найтись в книгах, которые совершенно не имеют отношения к тому, что вы хотите найти. По умолчанию включена галочка «Искать в описании» — это наиболее правильный выбор. Вот. Ну, еще вы можете искать хотя бы одно слово из поиска, из области поиска, либо фразу целиком. Сервисы. В университетской библиотеке онлайн есть ряд сервисов, и на некоторых наших вебинарах мы некоторые сервисы достаточно подробно рассматриваем, некоторые из них рассматриваем даже один сервис на одном вебинаре. Ну, здесь мы поговорим о двух сервисах, которые нам наиболее нужны для наиболее широкой аудитории, и они наиболее просты и понятны. Первый из них — это сервис, который называется «Обновление контента». Вот он выделен здесь. Обновление контента позволяет получить информацию о том, какой контент пришел в ЭБС за интересуемый интересуемый вами период. Выглядит это примерно вот так. Вы задаете число, два числа с и по, то есть не обязательно выбирать последний период, связанный с сегодняшним числом, можно выбрать период и какой-то другой, любой. А далее действует та же самая система фильтров, но по той причине, что если искать новинки вообще, то это, как правило, будет достаточно большое количество книг, в которые даже за достаточно малый период это будет большое количество, но в частности где-то за месяц у нас может быть и полторы тысячи книг примерно, и в этом, конечно, можно потеряться. Поэтому здесь тоже желательно отфильтровать это все по интересующим вам по интересующим параметрам и после этого можно посмотреть, что же нового пришло в в нашу библиотеку. И еще один очень полезный сервис, который я всем рекомендую, а особенно преподавателям, это сервис книжная полка так называемая. Это тот сервис, который позволяет вам отложить книжки для последующего чтения и последующего использования. Книжных полок может быть несколько и они могут быть предназначены для разного. Если вы преподаватель, вы можете сделать книжную полку, несколько книжных полок, каждую для какой-то категории студентов, которым эти книжки предназначены. Ну и, разумеется, для себя тоже можно сделать несколько книжных полок, которые вам нужны. Книжные полки располагаются вот здесь вот, и в них вы можете, если вы помните, при просмотре книг, когда у вас страница предпросмотра возникает, у вас там есть кнопочка «Добавить книжную полку». Вот оттуда вы, один из способов оттуда, например, вы добавляете книги в свою книжную полку, именуете эту книжную полку, либо добавляете к одной из существующих книжных полок, а потом вы можете с этими полками многое делать, например, дублировать и слегка видоизменять, чтобы у вас были разные наборы книг для разных, ну, например, групп студентов, производить поиск среди имеющихся полок, и самое главное пересылать ссылки вашим студентам, то есть вы набрали, например, десяток книг для какой-то категории студентов, например, для какой-то конкретной группы или для какой-то специальности, поделились этой книжной полкой, и эта книжная полка возникает в, у студентов в доступе, и они дальше могут уже самостоятельно не искать книжки по вашему предмету, они могут и не найти, особенно если это студенты первых курсов, да, им поначалу может показаться трудным найти то, что, то, что надо, вот, несмотря на то, что все возможности для поиска есть, но могут и не найти, вот, поэтому если вы сразу представляете, предоставляете им книжную полку по своему предмету, это для них будет облегчение, и в некотором смысле они с большей эффективностью прочтут эти книги, то есть получат доступ к этим книгам, так что вот этот сервис один из тех, которые я предлагаю использовать всем, как студентам, так и библиотекарям, и особенно преподавателям. Тесты. Для некоторых изданий у нас есть тесты, тесты пишутся, создаются для определенных изданий, это не тесты по предмету, не тесты по специальности, и не сертификационные тесты, это тесты, которые повторяют структуру издания. Такие тесты могут создавать как авторы учебных или учебно-методических изданий, так и произвольные авторы, которые могут прийти, посмотреть какой-то учебник, который им интересен, и создать к нему тесты. Тесты создаются сначала в личном кабинете преподавателя, а для доступа к тестовому движку вам надо связаться с техподдержкой, они вам адресно включат эту возможность. После этого тесты остаются только в вашем личном кабинете до тех пор, пока вы их не отправите на модерацию, и после прохождения модерации тесты становятся общедоступными для всех, и в книжке появляется такая возможность. Вот видите, тут выделено желтым цветом такая возможность, это вкладка тесты к изданию, которая появляется тогда на странице предпросмотра, когда тесты доступны. На странице просмотра, на странице чтения также возникает соответствующий интерфейс, вот видите, здесь тоже есть в увеличенном виде я плашку серую показал, и справа появляется возможность тесты к изданию. Отсюда их тоже можно пройти. Ну и наконец, со стороны преподавателя, когда он создает тест, ему предоставляется тестовый движок, при помощи которого он собственно этот тест и создает. да, ну на этом слайде рассказано как раз то, о чем я вам только что говорил, то есть то, что доступ конструктору предоставляется по требованию, автоматически его нет, его надо запросить в техподдержке. В конструкторе отображаются только персональные тесты, то есть пока вы их создаете, они доступны только вам и не волнуйтесь, что недоделанный тест сразу станет доступен всем. А общедоступными они становятся после прохождения модерации. В нашем тестовом движке реализованы самые популярные самые популярные варианты тестовых заданий, такие как выбор одного варианта из нескольких, выбор нескольких вариантов из нескольких, дальше тестовый ответ, часто это называют заданием в открытой форме, тесты на сопоставление и тесты на последовательность. Как правило, этих пяти вариантов за глаза хватает на то, чтобы реализовать тестовые возможности, то, что вам необходимо. У нас реализована возможность подключения мультимедиа объектов в тесты, и это существенно расширяет возможности тестирования. Причем мультимедиа объекты, их можно подключать как в тестовые задания, само тестовые задания, так и в варианты ответов. какие могут быть мультимедиа объекты в тесте. Это может быть изображение, это может быть аудиофайл, это может быть видеофайл, и вариантом видеофайла является видео из YouTube, которое в сам тест, в саму нашу систему не загружается, а просто становится доступным по фрейму, как это обычно с YouTube и бывает. Хотел бы отметить, что такие тесты, как тесты с изображениями, они достаточно популярны, но практически на всех предметах возникают у авторов желание включить какие-то картинки и спросить что-то связанное с этим изображением. С видео все понятно, а вот аудио вопросы, они могут быть очень полезны, например, в языковых курсах, ну и в некоторых других, лингвистических, например, и есть еще разные варианты, где они могут быть полезны. Обратите на это внимание, если кто-то интересуется данной темой, можно сделать хороший аудиотест. Ну и собственно последнее, о чем я хотел рассказать, это о том, что у нас есть раздел мультимедиа, в самом начале я говорил об этом, раздел мультимедиа у нас включают аудио-видео файлы, а также цифровые карты, раздел цифровых карт. В последнее время у нас активно развивается видео-раздел, а также раздел с аудио. Вот в аудио у нас есть полные аудио-учебники, их достаточно большое количество. Вот, эти аудио-учебники весьма полезны для многих областей. Ну, понятно, что аудио-учебник по математике вряд ли возможен, а вот по любой из гуманитарных дисциплин очень даже возможен и полезен, и таких аудио-учебников у нас достаточно большое количество, можете посмотреть. Ну, что ж, я подобрался к концу нашего сегодняшнего вебинара, об основных моментах, связанных с употреблением ЭБС, я рассказал, если же говорить о полном использовании ЭБС, наверное, надо было бы провести, ну, наверное, в 10 раз больше времени, потому что ЭБС-университетская библиотека онлайн это весьма функционально насыщенная информационная система, смотрите наши вебинары, мы стараемся в течение года осветить разные аспекты нашей ЭБС, авторами выступаю я, как правило, Татьяна Телегина, которая больше касается контентного заполнения нашего нашей университетской библиотеки онлайн, а также наш отдел разработки, который раз в два месяца рассказывает о новинках университетской библиотеки онлайн. Ну, а закончить я хотел бы со слайда про наш нашу Директ-Академию, которая функционирует уже седьмой год, седьмой сезон мы проводим вебинары, мы провели уже более 1500 вебинаров, огромное количество, приходите на наш портал, на наш видео видеопортал на Ютубе, можете познакомиться с записями всех вебинаров, особо обращаю внимание, что наши вебинары выложены под открытой лицензией, это означает, что части этих вебинаров со ссылкой на нас и со ссылкой на авторов можно использовать бесплатно для своих производных произведений каких-то, так что приходите еще в Директ-Академию, будет интересно, приходите к нам в новом году. если у вас есть какие-то вопросы, я готов на них ответить, а пока разрешите поздравить вас с наступающими праздниками, с наступающим Новым Годом, с наступающим Рождеством, вот, я надеюсь, что Новый Год для нас будет проще, лучше, чем тот Год, который прошел, впрочем, этот Год мы прожили, а значит, он тоже прошел не зря. А с нашей стороны, со стороны Директ-Академии, со стороны компании Директ-Медиа, мы будем прилагать все усилия для того, чтобы наши продукты удовлетворяли